Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем самом любимом инструменте от Leatherman. Это Charge TTI. Ничего удивительного в том, что этот инструмент мне очень нравится, в принципе нет. Он в линейке Leatherman топовый, один из самых дорогих. Заявлено 19 инструментов. Недавно Leatherman выпустил обновление. Вот это вот мой Charge, которым я пользуюсь, ну дай бог памяти уже лет пять, вот этот новый, который называется Charge Plus TTI. Дизайн накладок у них изменился уже года два. Как, наверное? Основное отличие не в накладках, не в дизайне, а в том, что на моем губки на кусачках не съемные, а на новом инструменте они съемные. Это мне очень нравится. У меня губки, в общем-то, достаточно сильно изношены. Причем они у меня пострадали практически сразу же, как я начал пользоваться этим инструментом. Мне что-то надо было накусать, каких-то шпилек. И я так взялся очень бодро работать кусачками. И вот к чему это привело. Как видно, да, что губки на моих кусачках, они не выкрашились, а замялись. И, в общем-то, это, конечно, намного лучше, чем ежели бы они выкрашивались и трескались. Ну, вот это вот так вот все выглядит. Да, не очень хорошо. Но, тем не менее, даже в таком состоянии они кусают более-менее нормально. Ну, как кусачки, я их продолжаю использовать практически без всяких проблем. Мне кажется, достаточно интересно посмотреть, как выглядит клинок на моем инструменте, который уже много лет, в общем-то, в пользовании. И на новом инструменте. Значит, сразу хочу сказать, что, в общем-то, я достаточно бережно использую. Стараюсь инструменты особо не насиловать. Для каких-то бытовых нужд я использую. Вот, ну, видно, да, что он у меня немножко переточен. Что была травма кончика клинка. Он у меня вот так вот уже немножечко не так сведен, как клинок был из магазина сведен. Но сама по себе кромка на заводском, это вот этот верхний, она выглядит даже как-то более грубо, чем на моем, который переточен. Ну, при моем использовании я где-то точу клиночек, ну, может быть, раз за сезон, а может быть, и даже и не каждый сезон точу. Ну, то есть, у меня такие совсем простые работы, которые не требуют какой-то нагрузки. Нож – это один рабочий инструмент, второй рабочий инструмент для меня – это напильник. Как ни странно, вот так выглядит та сторона, которая алмазная. Ну, в общем-то, понятно, не вооружен взглядом, какой новый, какой старый. Но я пользуюсь. Не то чтобы очень активно, но пользуюсь. Это вот грубая сторона напильника. Видно, что на моем инструменте вот эта грань, она уже такая, вот эта, ну, которую я пытаюсь показывать, она намного более травмирована и замята, чем на новом. Но этим инструментом я тоже так, в общем-то, бывало, что работал с напрягом. Еще один инструмент, которым я работал – это пила. Ну, во-первых, мне она нравится. Очень. Она агрессивная, классно пилит. И вот, ну, естественно, пилил я ей, понятно, дерево. И никакого износа, вот, ну, ни малейшего износа увидеть мне не удается. Ну, то есть, пила похожа вечная. Еще один инструмент, которым я пользуюсь регулярно – это ножницы. Ну, я им пользуюсь как в маникюрных целях, так и часто защищаю провода. Мне это удобно. И, в общем-то, даже кусаю провода бывает. Ну, и видно, наверное, немножко, да, что край режущей кромки у меня немножко пострадал на моих ножницах. Вот я сейчас показываю, да, на новых. Вот мои с правой стороны, новые с левой. Ну, видно, да, что такой, как бы, есть завал небольшой. Ну, этот инструмент тоже мной использовался хорошо. Ну, вот так вот выглядят биты. Ну, то есть, ничего особенного. Я тоже стараюсь их не скручивать, как бы. Каких-то очень силовых работ я им не делаю. Ну, на всех остальных инструментах на моем мультитуле износ практически отсутствует, потому что пользуюсь я, ну, крайне редко. Плоская отвертка, большая. Она достаточно рабочая, но поскольку есть биты, ну, как-то постоянно, в общем-то, использую биты. Хотя вот эта, она, эта отвертка более силовая. Тем не менее, я видел их завернутыми в винт, эти отвертки. И из-за того, что, в принципе, есть возможность использовать биты, народ что с этими отвертками только не делает. Он перетачивает их в стамески, перетачивает их в шило. Ну, в общем-то, тут полный простор для творчества. Ну, я этим, как бы, не занимался. Но, тем не менее, такая возможность есть. Можно сказать, что этот инструмент собрал в себе самые интересные решения. От Лезерман. Это и блокировка клинков при открытии плоскогубцев. То есть, вот в таком положении клинки зафиксированы. Вот этим вот шпеньком. Это и доступ к основным клинкам одной рукой. Это блокировка всех инструментов в открытом состоянии. Внешние инструменты вот таким вот лайнер-локом блокируются. А внутренние инструменты блокируются, ну, чем-то типа бэклока. Видно, да? Чик. Очень удобно все, очень эргономично. Ножницы подпружинены. Отдельное упоминание заслуживает механизм установки вот этой петли внешней для темляка. То есть, ну, настолько удобно ставится, настолько удобно снимается. Мне, как туристу, рыбаку, часто бывает нужно инструмент как-то застраховать на каком-то лине, еще там на чем-нибудь. И очень удобно. Можно со страховки его легко снимать, пользоваться и обратно вешать. Этот же механизм служит и для установки клипсы. Очень классно. Клипса в меру тугая. В общем-то, удобная. И несмотря на то, что, ну, не назовешь этот инструмент не суперлегким, не суперкомпактным, он весит 252 грамма. Ну, что, в общем-то, немало. И в закрытом состоянии он 10 сантиметров. Ну, это уже как-то более-менее. Но все равно он достаточно толстый. Но на кармане, в принципе, при большом желании носить его можно. Я, в общем-то, даже одно время его таскал с собой, после того, как купил. Мне все было как-то жалко с ним расставаться. Поэтому опыт такого ношения его на джинсах тоже есть. Основные инструменты все открываются легко, четко, без люфтов, за счет медных шайб, установленных вот здесь вот на штифтах. Не знаю, можно ли это отнести к недостатку. Но, в принципе, вообще немножко странно, что Лезерман не разрешает пользователям разбирать мультитул. И чтобы предотвратить вот такую несанкционированную разборку, сюда поставлен вот такой вот Security Torx T10. Но, видимо, это сделано для того, чтобы пользователь лишний раз внутрь не лазил. И потом не было проблем с обслуживанием инструментов неправильно собранных. Я свой инструмент не разбирал, несмотря на то, что активно его использовал на рыбалке, например, крючки из рыбы вынимал. Или на охоте, еще где-то там, где можно было его извозить в грязи или еще там в чем-то. Тем не менее, инструмент чистый относительно. И мыл я его, ну, чищу и мою я его просто под струей воды. Но, если нужно, чем-то здесь прохожу, там, типа ватной палочки. Разбирать мне его не хочется. Ну, совсем-совсем-совсем небольшой люфт. Интересно, на новом есть такой? А на новом такого нет. Я думаю, что это уже, ну, следствие какой-то выработки у меня чего-то. И у меня, видите, так вот легко совсем болтается. Вот такого. Такое тут не пройдет с новым инструментом, ведь он такой достаточно жесткий. Очень классная линейка, мне нравится здесь. По 10 сантиметров с каждой стороны. В дюймах насечка и в сантиметрах. И бывает, в общем-то, это достаточно удобно. Ну, вообще инструмент, конечно, очень классный. Когда куда-то едешь, с собой очень удобно положить. И знаешь, что какой-то минимальный набор необходимый у тебя всегда с собой. Ну, инструмент, понятное дело, что он не супер силовой какой-то. И не супер удобный при определенных работах. Вся сила этого инструмента в универсальности, компактности, ну и многофункциональности. За это мы платим каким-то неудобствам, конечно. И надо сказать, что даже дома, где у меня есть нормальные инструменты большие, периодически, когда работа какая-то небольшая происходит, мне, в общем-то, лень идти доставать что-то там, отвертку или еще что-то там, пассатижи из шкафа с инструментами. А эта штука у меня лежит в комнате, всегда под рукой. Я беру и делаю. И, в общем-то, даже какое-то эстетическое удовольствие от этого получаю. Существует несколько видов чехлов. Вот один из новых чехлов выглядит вот так. Вот такой нейлон толстый, с кнопкой. Вот, понятно, да, шлевка под ремень. С двух сторон такие эластичные, тянущиеся сквозные проходы, чтобы что-то можно было вставить. Здесь вот карманчик глибит. Ну и что могу сказать? Что вообще, как бы, мне этот чехол с одной стороны и нравится, с другой стороны и не очень нравится. Вот это биты от моего инструмента. Если мы сюда убираем биты, ну то есть вот таким образом их убирать просто не получится, потому что биты цепляют за край. Здесь тоже такая эластичная, типа резинки. Убираем вот так. И все равно при вытаскивании, шнурок уже я, естественно, привязал, при вытаскивании чувствуется, что кончики бит там цепляют за ткань. Но я думаю, это ни к чему хорошему не приведет. Будут нитки вылезать. А вот это вот мой любимый чехол. Из более толстого нейлона сделан, чем тот. Не тянется. Но из-за того, что скомбинировано с кожей, такая красивая, в общем-то, заклепка потертая. Мне внешний вид очень нравится. Очень толстая здесь все. Очень надежная. Можно надевать на ремень так. Можно надевать на ремень так. Ни за что эта кнопка не расстегнется. Ничего отсюда не выпадет. С пристегнутой клипсой или с пристегнутым кольцом в этот чехол убирать инструмент неудобно крайне. С кольцом, в общем-то, даже и нельзя. Здесь карман для бит. Очень удачно сделан. Очень легко сюда заходит. И биты там ни за что не цепляются. Понятно, что это карман для инструмента, для самого. И два эластичных тоже кармана по бокам. В него легко помещаются адаптеры для бит, для больших. У меня его нет. Я чем-то ими не пользуюсь. Но и здесь, во втором кармашке, у меня обычно лежит какой-то небольшой фонарик. В данном случае, вот LED-LENSER P2. Удобно. Такой получается универсальный наборчик EDC. Вот как-то так это выглядит. В общем-то, достаточно компактно и функционально. Ну, понятно, что фонарик – это по большей части баловство. И в любом телефоне он есть. Но, тем не менее, так тоже неплохо. Еще небольшой лайфхак. Вот такие вот чехлы продаются из неопрена. Или все по 48 рублей, уже не помню. За 48 рублей там два таких чехла продаются. И в него прекрасно входит чарж. Здесь так мягенько. И бывает, когда я катаюсь на велосипеде, я беру его в таком чехле, кладу в сумку, чтобы он никакие вещи мне не поцарапал, ничего там не поломал. В общем-то, удобно бывает. Стоит копейки, а пользоваться очень даже удобно. Хочу все-таки показать остальные инструменты. Новый дизайн. Кусачек. Вот эта зона, помещенная маркером треугольным, предназначена для более силового кусания. А вот эта для менее силового. Ну, понятно, да, что пассатижи. С такими, в общем-то, достаточно рельефными губками. Здесь обжим. Не особо понимаю, да, для чего его можно использовать. Ну, и здесь плоскогубцы. Остренькие, такие очень закругленные плоскогубцы. Острогубцы, можно сказать, да. Если что-то нужно кругленькое согнуть из проволочки, очень удобно получается. Там под любой диаметр можно сделать колечко, там, или какую-то спиральку, пружинку накрутить. Мне очень нравится. Ну, и, естественно, звезда программы – это вот съемные губки. Внутри из инструментов, которые мы еще не смотрели, вот такой вот битодержатель. Мини-бит. С одной стороны крестовая, с другой стороны плоская мини-бита. Держится очень классно, подпружинен держатель. Лизерман говорит, что здесь еще тоже есть какой-то инструмент для того, чтобы можно было что-то обжимать. Открывашка для банок, для бутылок. Ну, честно говоря, консервы я сейчас достаточно редко открываю. Такие и, в общем-то, бутылки с пробками тоже. Поэтому такой инструмент для меня не сильно на данный момент востребованный. Ну, и здесь вот такой вот угловой инструмент для зачистки, для снятия и изоляции с проводов. Ну, и, честно говоря, далеко не все провода удобно им чистить. Такое специфическое что-то. Я, в общем-то, так и не приноровился. Мне удобнее либо ножницами, либо кусачками это делать. Есть у этого инструмента еще такая небольшая фишка. Такое скрытое колечко для темляка. Вот так оно достается, вот так оно убирается. Ну, это скорее уже, я думаю, сделано, может быть, даже не в каких-то прикладных целях, а для того, чтобы вызвать у клиента умиление и восхищение продуманностью дизайна. Ну, то есть, в общем, каждый миллиметр конструкции, он использован инженерами. Ну, это здорово. Вообще приятно видеть, конечно, и держать в руках такую, ну, технически инженерно продуманную вещь. Ну, совсем забыл, конечно, похвалить. На клиночке сталь S30V. Сталь держит заточку отлично. Точить ее непросто, но в данном случае это очень оправданно. И не так часто этим ножом пользуешься. Это не самый такой рабочий нож. Постоянно он у меня, в общем-то, в очень остром состоянии. На сериэторном ноже сталь 420HC. Ну, понятное дело, помягче. На сериэторе есть вот такой вот крюк. Все его используют по-разному. Это настоящее пространство для творчества и его использования. Им можно взрезать комуты, вскрывать коробки, упаковки всякие. Резать скотч там. Ну, кто только что не придумывает. Для чего использовать этот крюк. Но вот у меня как-то он в хозяйстве, в общем-то, не используется. По большей части. Вот, пожалуй, все, о чем хотел сегодня поделиться. Обзор, конечно, не очень оригинальный. И в сети хватает на Charge TTI обзоров. Но мне хотелось именно о своем инструменте рассказать. Об опыте его использования лично мной. Ну, о каких-то нюансах. И вдобавок такой случай представился, что вышла модификация, которая мне тоже очень нравится. Если понравилось и было интересно, ставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. Пока.